Продолжаем беседу с Сергеем Борисовичем Поповым про популяризацию науки этой части. Сергей Борисович, вот все-таки, какова миссия популяризации науки и насколько эта популяризация с ней справляется? Ну, в России во всяком случае. Я думаю, что есть много целей, полезностей у популяризации науки. Ну, во-первых, это просто некая такая форма досуга. Но досуг может быть в меньшей степени интеллектуальным развивающим или в большей. Но вот популяризация науки один из, наверное, таких самых интеллектуальных способов провести досуг. Что-нибудь послушать, почитать, посмотреть, может быть, поделать на тему, связанную с наукой в той или иной степени. Все это вместе приводит к более заметному эффекту. И снова я сошлюсь на Пинкера с его книжкой «Лучшие в нас». То есть, действительно, на протяжении длинного, долгого уже времени, длинного периода, менялась интеллектуальная атмосфера в части обществ. И там, где она существенно росла, это приводило к тому, что просто поднималась общая норма. То есть, какие-то факты становятся совсем общеизвестными. Какие-то термины перестают быть пугающими, и это облегчает их, в том числе, и осмысленное понимание использования. И это, в свою очередь, приводит к тому, что какие-то типы интеллектуальных действий становятся более естественными. И в итоге можно сказать, что, по крайней мере, в некоторых отношениях, просто интеллектуальный уровень общества растет, потому что все время есть какие-то упражнения. Это похоже на немножко то, что мы все испытали за последний год. То есть, люди какой-то очень большой силы воли, наверное, только на всякой самоизоляции могли поддерживать разумную физическую форму. Казалось бы, да, времени больше, возьми и отжимайся от пола, но на самом деле трудно, конечно, себя заставить это делать. А какой-то рутинной нагрузки стало, конечно, меньше, потому что просто меньше ходишь. Меньше что-то делаешь, находишься в четырех стенах на не очень большом расстоянии друг от друга. И падает общий физический уровень, и от этого падают определенные функции организма. Но вот с интеллектом примерно то же самое, его нужно чем-то загружать. И даже если ваша деятельность связана с какой-то там загрузкой интеллекта, то все равно, ну, как правило, любая профессиональная деятельность там не похожа на комплекс упражнений в зале. То есть, весь день стоять у станка, это не то же самое, что там 40 минут приходить от тренажера к тренажер. И, соответственно, какие-то другие функции, связанные с когнитивной деятельностью, полезно задействовать. И популяризация тоже такая очень хорошая форма этого дела. Поэтому в этом смысле, кстати, она хороша, если она не такая вот, не в духе догматического чтения лекции или еще чего-нибудь. Поскольку у них тоже немножко однобокое восприятие возникает. Кроме того, вот у нас в последние годы вся эта просветительская популяризаторская активность, она обладала одной очень хорошей, позитивной такой особенностью. Она была существенно такой вот низовой системной. То есть, это не что-то, что там преподносится на аудиторию в 100 миллионов человек сразу, как некое единственное правильное знание. А то, что разбито по миллиону разных клубов, но дело даже не в места, а по миллиону разных мест и форм преподнесения, которые, тем не менее, образуют некую вот сеть вокруг. Там кто-то знает кого-то, разные люди, и как слушатели, и как спикеры переходят из места в место. Сегодня он написал лонгрид, завтра рассказал лекцию, а потом завтра пошел слушать чью-то другую лекцию. И поэтому мне казалось, что возникает такая довольно здоровая, хорошая система. Она охватывала не бог весть какую часть населения, к сожалению, но было видно, что она, в общем, была способна развиваться дальше, если бы у нее такая возможность была. А вот все-таки в образовании популяризации есть место? Понятно, что это разные вещи, образование и популяризация, но где проходит эта грань, и вот на этой грани есть ли место в образовании популяризации? Безусловно, есть, но нужно учитывать, да, вот такую трехмерную структуру всего этого. И здесь такая трехмерность, в неком смысле, третья ось время. То есть есть важное пересечение с образованием на примерно школьном уровне. То есть учитель, даже очень хороший, не обязан быть всезнайкой. А вот дети, ну дети, тинейджеры в том числе, и примкнувшие к ним дети, они вполне себе могут быть все почемучками. И они, безусловно, способны задать гораздо больше вопросов, чем самый продвинутый преподаватель может им дать ответы на такие вопросы. Вот. И поэтому, естественным образом, или преподаватель, если он достаточно хороший, может прямо их направлять в нужное место, или, соответственно, люди сами могут искать эту информацию. Ну, или там, не знаю, родители, по-моему, еще кто-нибудь, но, конечно, лучше, если они сами обладают этим навыком. И в этом смысле, с одной стороны, вот эта просветительская, популяризаторская деятельность, она заполняет некие естественные такие, ну, не бреши, а лакуны, скорее, в том, что входят в состав обязательных программ. Они же тоже, ну, во-первых, конечны всегда, а во-вторых, неизбежно рассчитаны на некий средний уровень. И поэтому, если человек выше, у него возникает больше вопросов, там, и в шире в год. И вот весь такой просветительский, популяризаторский контент, он обеспечивает более однородное покрытие, более однородную эту картину знаний, картину мира научную. В неком смысле это работает и дальше, опять-таки, с разными пересечениями. От того, что там ребенок задал вопрос и не знает, что ему ответить, до наоборот можно, значит, рассказывать. И вообще, наверное, полезно, если родители являются для своих детей, в том числе, и такими интеллектуальными авторитетами. Ну, а для этого нужно поддерживать соответствующую форму. То есть это, там, как это, опять же, как с физической. Пока дитя мелкое, легко поддерживать форму, он там такой трехлетний бегает, с ним можно попинать мячик, а когда ему 13 лет бегает, он пинает мячик. Тут, значит, придется задуматься, пиво попить или спортом позаниматься, чтобы мячик погонять. Ну, вот то же самое, собственно, со знаниями и какими-то там навыками. Поэтому, да, просветительская, популяризаторская часть, она в существенной степени, ну, можно сказать, дополняет систему образования. Ну, тогда, получается, система образования доминирует, если ее можно только дополнять. Но в некоторых случаях она, наоборот, имеет гораздо больший охват, а система образования в лучшем случае формирует каркас. А можете рассказать, как вы начали заниматься? Вот вы упоминали неоднократно, что в школе еще какое-то количество времени преподавали. Это началось тогда или позже? Вот про свой путь. Популяризаторы. Про популяризаторы, да. Ну, наверное, это как бы практически все параллельно было. Просто в начале 90-х я не очень представлял, куда еще можно прийти и чего-нибудь рассказывать, кроме как в школу на уроке. И поэтому, собственно, началось все практически с того, что де-факто является популяризаторской деятельностью, а не преподавательской. То есть я пришел в школу, где я и учился, которую я заканчивал. Я учился не в одной школе, которую я заканчивал. И как бы это был курс астрономии, но это был не курс, который раз в неделю в течение года, а он немножко по-другому был устроен. По сути, это была такая серия лекций. Если бы при этом там существовали другие места, скорее я пошел бы туда, не в школу. Но вот особого выбора не было. Ну, а дальше я начал с одной стороны преподавать в школе, а с другой стороны постепенно начало появляться что-то уже... Ну, или необязательно появляться. То есть первые научные популярные статьи я написал в журнал «Земля и Вселенная», который вполне себе существовал. Ну, опять-таки, это там 93-94 год. То есть к тому, что никакого развитого интернета тоже еще не было. То есть там не было опции завести блог и, значит, ввести блог на какую-то тему. Зато был журнал. Потом начали появляться уже нового поколения журналы, да. Появился журнал «Звездочет», например, замечательный. Ну, а потом появился интернет. Ну, в смысле появился. Появился он раньше, стал широко распространенным, достаточно общедоступным. И, соответственно, можно было делать что-то там. Уже немножко позже начали появляться лектории. Ну, то есть я думаю, что к моменту роста, собственно, таких лекториев, каких-то оффлайновых мероприятий, наверное, в сфере популяризации астрономии, там, наряду еще со многими людьми. Я был довольно заметным персонажем. И всю дорогу я преподавал в школе. То есть вот навык просто приходить и рассказывать, рассказывать. Он отрабатывался на уроках. Ну, а на уроках астрономии, собственно, вот выкристаллизовывался набор лекций, которые тогда еще никакими презентациями не сопровождались. Но потихонечку, собственно, пришли к тому формат, который сейчас является самым стандартным, привычным. Многим надоевшим, но ему на самом деле меньше 20 лет. Конечно. Чуть-чуть больше, чем 20. Ну вот для других людей, которые занимаются наукой, преподают, вы могли бы посоветовать какое-то время уделять популяризации все-таки? Потому что у нас есть люди, которые, например, они очень даже иногда порой даже от интернета, может быть, далеки. И понять, что действительно можно огромную аудиторию рассказать свою проблематику, то, чем ты всю жизнь занимаешь. Это было бы и для них полезно самих, и для людей очень интересно. Вот ваше мнение. Ну, смотрите, колхоз – дело добровольное, поэтому единственное, наверное, было бы здорово, если бы люди могли как-то здраво для себя оценить, нужно им это, не нужно, интересно, неинтересно. Это причем две совершенно разные вещи, потому что по большей части это скорее интересно, чем нужно. потому что, ну, за исключением каких-то редких случаев, у нас никаких побочных бонусов это не дает для научной работы. Ну, если человеку, да, нравится как-то укладывать мысли таким способом, чтобы их можно было еще и передать другим, если ему это интересно, то, да, это интересно попробовать. Можно, наоборот, попробовать себя заставить, ну, как упражнение. Здесь, конечно, немножко жалко аудиторию, может быть, потому что, может быть, как-то петь хором очень психологически мотивирующий, но для тех, кто слушает, это может быть ужасно. Вот. Здесь может быть немножко такой же эффект иногда. Но, в общем, я бы сказал, что, конечно, далеко не всем это интересно, нужно, полезно. Людям нужно пробовать, ну, и попробовав пару раз, решить. Поэтому, в принципе, самым логичным, наверное, вариантом было бы, если бы в соответствующих институтах, университетах, да, не знаю, раз в год или чаще устраивались какие-то мероприятия, где, значит, желающие сотрудники могли взять и попробовать. Причем, наверное, люди понимают, что если они пришли там на лекцию неизвестного им человека, так, на вскидку неизвестного человека для них в академический институт, то они не будут ожидать там шоу с фейерверком и хождением колесом. Это немножко снижает напряженность между спикером и аудиторией. Вот, ну, можно пробовать, смотреть, что получается, там, делать для себя выводы, а потом продолжать или не продолжать. Ну, вот если сказать о какой-то обратной связи, она вообще есть? Она бывала такая, что вам говорили, Сергей Борисович, да вот я там 10, 15, 20 лет назад услышал то, что вы рассказываете, и вот поэтому решил пойти на физфак или там еще куда-то. Вот, и может быть, как раз такой человек стал заниматься потом наукой. Или, может быть, других ваших коллег услышал там какое-то количество. Ну, какие-то единичные такие примеры есть, но все-таки здесь важно, что... Вот, вот, прям, как вы сказали, я бы пугался таких примеров, честно говоря. Вот, наверное, достаточно часто происходит то, что у человека по, там, каким-то совершенно другим причинам, то есть у него просто есть склонность, тяга, там, к наукам, он как-то вот думал, чем заниматься, куда идти, и, наверное, весь какой-то там комплекс существующих книг, лекций, научных популярностей, еще чего-нибудь. Ну, комплекс, понятно. Да, они поддерживали его в этом желании, питали как-то вот эту тенденцию, и в итоге она реализовалась. То есть это вполне себе естественный путь. Ну, а тогда я периодически, в основном про других, правда, но слышу какие-то истории, что вот кто-то кого-то начал читать, слушать, и в итоге, чаще, может быть, там, бывает, условно, там, начал читать книжки Маркова и поступил именно на биофак МГУ. Так что вот так тоже точно бывает, что люди таргетированно выбирают место, потому что вот они там кого-то знают. И вообще говоря, это правильно, другое дело, что я бы, как обычно, призывал выбирать места не по наличию там известных популяризаторов. Ну, Александр Марков, кроме того, хороший биолог, что это как бы не совсем тот пример, к нему можно, правда, идти и работать как, то есть брать его как научного руководителя. Вот, но интересоваться, есть ли действительно ученые, работающие в те места, куда вы идете, или там, может быть, только популяризаторы. И тогда на выходе, ну, непонятно, что получится, может быть, потолком будет тоже только рассказ о достижениях других, а не собственной научной работы. Ну, вот к теме комплекса различной информации, которая окружает ребенка, там, юношу, там, девушку, да, в процессе взросления, как вот вы посоветовали бы родителям привить интерес своего ребенка к науке, к знаниям, там, вот, один из самых таких эффективных, то есть вот какое время уделять, там, допустим, совместным занятиям каким-то, может быть, с книгами, просмотру, там, какие-то видео, ну, вот вообще, что вы на этом думаете? Ну, я, как бы, мягко говоря, непрофильный специалист в этой области, но наивно кажется, хотите, чтобы ребенок делал зарядку, делайте зарядку сами каждый день. Вот ему ничего не говорить, просто берите и делайте. И велика вероятность, что он тоже начнет делать. Вот. Так что здесь то же самое. Типичный рецепт, как приучить ребенка читать, читайте сами. То есть, когда кто-то жалуется, что вот, ребенок совсем не читает книги, нужно немедленно задавать встречный вопрос, сколько книг вы читаете в год? Какие это книги? И видит ли ваш ребенок, что вы читаете эти книги? Вот. И если, конечно, человек скажет, что читает 50 книг в год, и это, значит, там, вас удовлетворит их набор, и ребенок видит, тогда надо придумать что-то дополнительно. А если люди сами не читают, то, конечно, заставить делать других, это немножко странно. Поэтому, в первую очередь, конечно, просто интересоваться самим. Люблю анализировать критику, которая поступает в адрес и нашего проекта, и других. Один из таких интересных тезисов был, что, вы знаете, вот когда короткие ролики, это плохо, потому что тем самым вы формируете аудитории так называемое клиповое мышление. То есть, вот, ну, у нас есть и длинные лекции, ну, их просто сложнее, реже записывать получается. Понятно, что короткий формат, он очень удобен, тем более, можно его быстро записать, как бы, и порой и у лектора не так много времени. Вот. Что бы вы сказали? То есть, может быть, это так, не так? Может быть, к короткому ролику в описании больше какие-то отсылок нужно давать? Вот, ваше мнение. Ну, безусловно, нельзя сказать, что там лучше то-то или то-то, да, потому что это как сравнивать, ну, я не знаю, книги и научно-популярные статьи. Давайте, значит, там, перестанем писать статьи. А с другой стороны, если взять 20 статей, это книга. И довольно много хороших книг, это на самом деле собрание статьи совершенно там, которые человек мог 20 лет публиковать, а потом их просто собрали под одной обложкой. И кому-то так больше нравится читать, кому-то меньше. Безусловно, можно для коротких роликов выбирать просто более, как бы, короткие, узкие темы. И тогда это будет вполне естественно. Потому что действительно есть проблема, связанная с тем, что... Есть какие-то популярные темы, и существует бесконечное количество там коротких роликов, я не знаю, разговоров, интервью о чем-то, где на самом деле задаются одни и те же вопросы. Там, с точки зрения спикера, это жутко надоедает ходить и одно и то же рассказывать. И это, естественно, поскольку я, например, я же не профессиональный актер, который тут настроил, и вот он, значит, и тут отшпарил, и тут... И человек может там 100-500 раз прочитать Евгения Онегина, все как надо, от начала до конца. Вот, или с любого кусочка. Вот. Здесь так не происходит, как правило. И делать короткие ролики на глобальные темы, вот тут нужна некоторая осторожность. Опять-таки, это не означает, что их нельзя делать. То есть можно сделать 5-минутный ролик про, я не знаю, там, глобальное потепление. Вот. Хотя, казалось бы, тема, в общем-то, необъятная совершенно. Вот. Можно делать, но просто вот нужно очень хорошо понимать, на мой взгляд, вот, зачем при уже обилии коротких роликов на ту же самую тему и оправдание типичного журналистов, например. Ну, конечно, про это, но наша аудитория не... Ну, конечно, вы очень хорошо знаете, что ваша аудитория такая безмозглая, что вот она, ну, в смысле, как-то мне не нравится, непонятно. Если я точно поверю этим словам, то, значит, люди очень плохо относятся к своей аудитории, и это как бы тоже меня удивляет. Зачем тогда для нее работать? Вот. То есть здесь есть какие-то цепляющиеся друг за друга противоречия. Разрубается, на самом деле, все просто. На самом деле, им наплевать. Вот. Но короткие материалы по очень широким глобальным темам, вот это единственный такой сложный момент, но с ним можно справляться, просто требуется немножко там или больше работы, или какое-то озарение. Ага, вот мы сделаем так, как никто не делал, мы вот это покажем. Вот совсем с другой стороны. И тогда это будет красиво, интересно, хорошо. И впишется. То есть важно представить, что люди уже что-то знают об этой теме, и вот это или там заполнит какую-то лакуну, тем не менее, или засверкает, как, не знаю, страст на общем фоне. Продолжая тему разных форматов, вот формат, насколько эффективен, с вашей точки зрения, разоблачение. Ну, то есть лженауки много, ну, объективно, да. Что, на ваш взгляд, эффективнее? Рассказывать, то есть, как устроена Вселенная, там, черные дыры, там, звезды и так далее, либо еще, может быть, уделить какое-то время каким-то, вот, действительно, совершенно лженаучным утверждением и тем самым их разоблачить. Потому что для некоторых людей, может, это работает. Вот в вашей точке зрения. Ну, мне кажется, что это можно уподобить неким, не знаю, приправам-специям. Нельзя все время есть одни специи или, там, жить на одном соусе. И в этом смысле, ну, и нельзя сказать, что все, мы их убираем и едим, там, овсяную кашу на воде, и все, и будем, значит, здоровенькие. Ну, то есть, кстати, так можно сделать, но это неприятно, вот что я хочу сказать. Поэтому, вот, всякие такие форматы, они, как бы, интересны, но интересны именно как некая добавка. Если делать их основным, это как вот подсесть на пищу с вкусовыми добавками, потом невозможно есть нормальную еду. То есть, есть куча людей, условно, там, всю жизнь, прекрасно разбирающихся в стартах доширака, но попадающие в ресторан с тремя мишленовскими звездами, говорят, что это какая-то ерунда и вообще непонятно о чем, за что тут деньги платить. Вот, это, как бы, неправильно. Вот, ну, люди сами виноваты, они своей диетой себе испортили вкусовые ощущения, приучили себя не к тому. Вот, и здесь так же, то есть, я не являюсь каким-то противником в разоблачении, но, ну, вот вообще жанров таких. Но меня всегда смущает ситуация, когда, там, какие-то люди или проекты сто процентов используют только такой подход, и это, мне кажется, подозрительным немножко. Опять-таки, это не означает, что это всегда будет приводить к каким-то плохим результатам. Жизнь, она слишком многообразна для таких догматичных утверждений. Но, в целом, я думаю, что нужна какая-то разумная пропорция. Ну, то знаете, как может быть реакция просто действительно на большое количество такой лженоуки, которая есть на прилавках, которая, там, на телевидении, там, ну, была и есть все-таки. И люди, они снизу, как бы, хотят вот взять и сделать такой блок, посвященный тому, что нет, это не так. Да, но вот я подумал еще, что есть существенный момент, как бы, для достижения большего эффекта нужно больше доверия аудитории. И поэтому имидж, там, вечного борца с, он, в конце концов, начинает этому мешать, мне кажется. То есть, скорее, будет ситуация, вот человек все время там делал что-то, а теперь вот он уж совсем не может молчать, вот он вышел и сказал. Даже на эмоциональном уровне доверия к такой ситуации будет гораздо больше, чем если человек все время выходит, он все время чем-то недоволен, он все время что-то рассказывает. В итоге это надоедает, это как, ну, то есть, с одной стороны, когда в новостях постоянно рассказывают про катастрофы, этот вот перестает, планка чувствительности опускается, да. С другой стороны, если новости, там, всегда про то, как что-то где-то плохо, всегда плохо, вот время плохо, они тоже, в общем, перестают вызывать доверие, потому что, ну, люди понимают, что так не бывает, что как-то вот, ну, вокруг, может быть, все не очень хорошо, но уж точно не 100% плохо, точно это не ад. И, наверное, в подаче материала, вот, в формировании имиджа, там, или отдельного человека, или какого-то проекта, нужно это тоже учитывать. И будет больше доверия к разоблачительным материалам, если они являются не основным элементом. Зарубежная популяризация науки, вы за ней следите, и если да, то, может быть, есть какие-то там такие вот модели, варианты, форматы, которые можно в России применить, или то, что хорошо для американца, для русского, может быть, не очень. Я, честно говоря, не слежу просто, и, ну, потому что я не считаю себя профессиональным популяризатором, поэтому, как бы, у меня особого желания нет, и, ну, и необходимости такой, какой-то профессиональный. Вот, я из, как, как сказать, как потребитель научно-популярных материалов, я в основном книжки читаю, и книжки, ну, там, и переводные, и не переводные, на английском очень редко читаю, ну, как бы, потому что, хотя бы потому что переводят довольно много. Вот, и поэтому не знаю, что там есть, но мне кажется, что все-таки новые какие-то интересные форматы, они... Или апеллируют, как сказать, они могут быть очень эффективны именно в продвижении какого-то контента, там, стать ближе к аудитории. То есть, вот, цель в этом. Опять-таки, мне это просто не близко, я не хочу становиться ближе к аудитории. То есть, вот, я рассказываю, как рассказываю, там, кому нравится слушать, кому не нравится, не слушают. Ну, колхоз делал добровольно. То есть, я в этом смысле не мыслю, как руководитель популярного проекта, которому нужно развиваться и продвигаться. И неважно, близко мне это или нет, но вот люди это хотят, я отвечаю на их запросы. Это нормальный путь, там, средство массовой информации какого-то. Вот. И вот новые подходы, которые я вижу, они связаны вот с чем-то таким. То есть, охватить аудиторию, которая никогда там не смотрит познавательные программы, не читает книжки и неожиданно до них добраться. То есть, там были всякие инициативы с такими внезапными какими-то, даже не знаю, как сказать, шоу в торговых центрах. То есть, само по себе интересно. То есть, они, то есть, идея именно вот захватить аудиторию, это правда такая рекламная акция. То есть, вот есть популяризация науки, но если угодно за ней стоит наука, и это как бы для этих ребят, которые это делают, придумают, это правда есть цель. Вот. Вот. И это рекламная акция, то есть, перехват аудитории в том месте, где она тусуется. Например, в торговых центрах. Вот. Но мне это не близко, я как бы не стал бы там, не знаю, как аниматор бегать в торговом центре и кого-то... Но, повторюсь, это не значит, что я считаю, что это плохо. Просто мне это не близко, я этим не занимаюсь. Или, там, я вот, опять же, лично, вот, по своим ощущениям, я с большим скиписом отношусь к форматам типа Science Slam. Ну, что называется, если люди занимаются, ну и, слава богу, как бы, почему нет? Но я никогда сам не участвовал и особого желания не чувствовал. Думаю, ну, часто, понятно, это можно возрастными изменениями объяснить. Но я думаю, что я и 30 лет назад, как бы, вряд ли особенно так ломанулся. Ну, при существовании альтернатив, наверное, выбрал бы скорее что-то другое. Ну, здесь как раз и нужны разные формы, которые кому-то подходят, кому-то не подходят. Здесь, там, кому-то нравится ходить в галстуки, пиджаки постоянно. Вот, правда, я знаю таких людей. А мне не нравится. Ну, когда надо одеть галстук и пиджак, я их надеваю. Вот. Так что, пусть расцветают 100 цветов, а мы будем ходить как нравится. Ну, вот, недавно на ютубе рассыл еще один канал, ну, ваш канал, на котором уже было больше миллионов просмотров. Расскажите про свой опыт ютуб-блогерства. Ну, он расцвел, потому что, значит, ковид. То есть, просто, я ничего не записал, ну, практически, там, из 100 видео, не знаю, одно, может быть, я специально записал, не читая видео про просветительские всякие дела. Вот. Просто лекции читаются удаленно, и нет проблем их записать. И, вообще говоря, их полезно записать, чтобы они были у студентов. И, на самом деле, до сих пор есть часть лекций и семинаров, которые я не выложил в ютуб. Они, там, студентам были доступны, ну, или вообще по ссылкам, или на других платформах просто. Вот. И я их никогда не заливал в ютуб. Там, может быть, когда-нибудь... Ну, я не думаю, что это так уж нужно. Там какие-то семинары, что-то там выводятся, и все желающие могут, не знаю, взять... То есть, это не какое-то уникальное знание, уникальным образом поданное. Ну, можно взять книжку там и разобраться. В конце концов, я тоже это не из головы выдумывал. А, там, может быть, не из одного источника бюро, но, в общем... Вот. А так, это лекции, которые записывались, и мне было удобнее выкладывать их в ютуб. Ну, я понимал, да, еще кто-нибудь посмотрит. Это почти всегда не понимают зрители, особенно, если видео репостят потом другие каналы. Вот. То есть, там, ну, от качеств звука... Ну, а что качество? Я рассказывал своим студентам, им все слышно. А, значит, если вас не устраивает, потому что вы где-то идете в телефоне, и вам нужно, чтобы там, значит, все не... Это ваши проблемы, значит, вы просто не туда попали. Вот. До, значит, а что он там так скучно рассказывает, здесь не студенты собрались. А вот удивительным образом читалось именно для студентов. Ну, или там какие-то есть просто сложные куски в лекциях, где действительно говоришь, вот как бы, ну, там... Ну, и... То есть, это не что-то тоже накатанное, что читается, как Евгений Онегин, опять же, вышеупомянутый. Вот. Поэтому, в общем, долго не размышляя, я закрыл комментарии у себя. И, как бы, счастливо себя чувствую. Но вот последние месяцы лекции уже были офлайн и вышки в МГУ, поэтому там новых видео не появлялось. Но вроде бы, как бы, ковид был достаточно долго, и все свои там семестровые курсы, может быть, за два захода, но я выложил. Там что-то писалось с марта по май 20-го года, а потом с января по март 21-го уже. И они там как-то по плейлистам раскиданы. Ну, вот, может быть, с недовыглаженными семинарами. Ну, вот, ковид, ряд людей побудил вообще говорить, что, мол, сейчас такое новое время, сейчас все переходит на дистанционный режим, и уже там формат живых каких-то мероприятий, он отходит в прошлое. Ну, вот, для вас лично, вам нравится больше работать с живой аудиторией? Или, ну, достаточен формату, допустим, рассказать что-то по скайпу, по зуму? Ну, если нравится, то нравится все-таки вживую. Потому что, безусловно, по скайпу зуму проще, да, не надо никуда ехать. Ну, это не значит, что там надеть можно только футболку, а дальше, значит, сидеть как есть. Вот, но и тем не менее, то есть, многие проблемы, тут часто просто времени не хватает, поэтому куда-то ехать, особенно если это ехать далеко. И дистанционный формат, он, как бы, вот, хорошо, что он стал популярным, но у людей появилось, как-то снялся барьер, и не то, что появилась возможность, а появился навык, там, написать человеку из, я не знаю, из Чукотки. Ну, с Чукотки никто не писал, но тем не менее. А вот вы там для нас не... Ну, можно, конечно, что найти 30 минут, взять и рассказать, там, ну, 40, ну, час. Вот, каких-то накладных временных трат никаких нет, и это очень здорово. С другой стороны, мне все-таки кажется, что на лекции чаще имеет смысл ходить, не для того, чтобы даже что-то услышать, потому что услышать или, там, узнать как-то можно и по-другому. И, скорее всего, там, в лучшем варианте, ну, там, какую-нибудь хорошо отредактированную книгу, почитать, там, хорошо известного ученого. Но проблема в том, что, там, ни в книгах, ни в лекциях люди, естественно, не рассказывают обо всем, не отвечают на все вопросы. У вас могут быть какие-то свои вопросы. То есть, в общем, личная встреча, она в первую очередь дает возможность задать вопросы. Можно, конечно, делать это онлайн, но там в ряде ситуаций это сложнее сделать. И это, конечно, большой недостаток онлайн-форматов по сравнению с оффлайновыми встречами. Ну, а так говорить, конечно, лучше в виде людей, потому что, когда так долго, особенно вот в начале, там, без навыков, говоришь, говоришь, студенту вам что-нибудь рассказываешь, теперь я сейчас говорю, ребята, вы там живы? Эй, потому что, не знаю, может быть, интернет упал, и я уже 40 минут говорю просто по своему компьютеру, рассказываю. Эта идея записывать, отчасти с этим была связана, потому что, да, вдруг что-то там случилось, не знаю, электричество в доме выключать. Да. Так все сохранится гладенько, ровненько. Ну, в общем, я думаю, что все-таки этот навык, он, в первую очередь, скорее, богатит формой, потому что отменить оффлайн он никак не отменят. Оффлайн вот скорее отменят какими-нибудь там ограничениями, запретами или еще чем-нибудь, чем отсутствием спроса со стороны аудитории. Научная фантастика в популяризации науки и популяризация науки в научной фантастике. Насколько я знаю, далеко не все популяризаторы, ну, прям сильно не все, не то что там. 90% они 100%, а гораздо меньше являются какими-то большими любителями, фанатами научной фантастики. Поэтому я не думаю, что научная фантастика в целом, ну, как это важный элемент, используемый в популяризации. Периодически бывает что-то, ну, такое скорее вот масс-культурное, ну, что может быть связано с научной фантастикой, ну, какой-то удачный пример, который легко использовать, да, который все знают. То есть вот важно все время обсуждать, зачем нужен там школьный курс литературы, чтобы были какие-то общие коды, общие примеры, чтобы нужно было что-то равно, вот как там, и это сразу открывает большую дверь, и вы знаете, что там, и не нужно все рассказывать детали. Обратная ситуация, она опять-таки сейчас совсем не такая, как там во времена Жюль Верна, который непонятно иногда, что писал научпоп или фантастик, или наоборот там фламмарион, фантастику или научпоп. Сейчас, ну, и сейчас, последние десятилетия, мне кажется, этого все меньше и меньше. Это вполне себе естественная вещь, то есть так просто естественным образом разошлись эти два направления, в этом нет ничего страшного, плохого. Поэтому, мне кажется, пересечений немного, но желающие, там, хорошо владеющие тем и другим, наверное, могут и сейчас очень эффективно находить какие-то точки соприкосновения. Но тут еще важно, чтобы аудитория это подхватывала, так что, может быть, это немножко нишевая штука. То есть если соответствующая научная фантастика не является предметом такого вот маскульта, то часто можно сталкиваться с тем, что аудитория просто не будет этого знать. И это, конечно, будет проблемой. То есть выстраивать прямо на этом какие-то важные примеры или вообще там всю концепцию какой-нибудь лекции, статьи, книги можно только будучи в уверенности полной, что аудитория готова это так воспринять. Но вот все же из зарубежной и отечественной научной фантастики какие бы вы, допустим, такие лучшие примеры могли бы выделить, назвать? Фильмы, книги? Что бы вы рекомендовали? Сергея Попова рекомендации? Ох, ну повторюсь, я как бы... Это даже хуже, чем про рок-группу спрашивать. И там бы я сказал названия все, которые были, уж как минимум образовались в 70-е годы. Ну и здесь будет то же самое. То есть все равно это будет там... Лем, Брэдбери, Стругацки. Не знаю, что еще даже добавить к этому. Ну то есть они явно выделяются для меня над всем остальным с точки зрения так вот взять и порекомендовать другим. Так можно много чего перечислять. Но опять-таки фантастика разная. И какой-нибудь железный не совсем и фантастика, а скорее фэнтези в основном. Вот совсем другой жанр. А новые действительно я не слежу, не читаю. Ну и практически не смотрю. То есть из фильмов такого не назовете, что там запомнилось? Ну опять-таки просто, как сказать, я могу назвать один фильм, но когда один, статистика маловато в этом смысле. Просто он мне так попался и действительно показался интересным. Фильм, если я правильно помню, название называется «Анон». Но это от слова «аноним». И там просто интересная концепция. Ну то есть, ну как сказать... Я бы, может, сказал, что она интереснее «Матрицы», но «Матрицы» это уж совсем такая эпопея. Но там, по крайней мере, действительно технологии тесно переплетены с социальными вещами. Но это действительно технологии. То есть не просто такая антиутопия, как, не знаю, там, голодные игры. Нельзя сказать, что это фантастика, по большому счету. А там хорошо использованы технологии с проблемами социальными, которые теоретически могут возникнуть в не таком уж далеком будущем. И дальше доходит до уровня там, соответственно, хорошо проработанных персонажей с интересной какой-то психологией, с интересными событиями. То есть там вот это хорошо все упаковано. То есть вот три главных элемента такой хорошей научной фантастики. Это действительно что-то научно-техническое, какая-то социальная проблематика и личная психология. Часто выпадает что-то одно. Или, значит, уже выпадает научная часть... А, да, из авторов, конечно, ну тоже у меня не всегда срабатывает как автор фантастики. Конечно, Филиппа Дика надо добавить в этот список. Вот. Соответственно, выпадает или часто научная остается социально-психологическая, или совершенно выпадает психологическая, или там выпадает социальная. И там, как-то человек и бластер, вот и конфликт между ними. Или два человека и бластер. Это более явный конфликт. Я вот про связь спросил, потому что, вот допустим, Иван Антонович Ефремов, наш научный фантаст советский, он же был доктором биологических наук, палеонтолог известный, науку туфономию придумал. И он находил свой вклад в популяризацию науки, как раз, я так понимаю, именно через научную фантастику. То есть он все свои знания, весь его багаж такой энциклопедический, и вот туда вкладывал. И, ну вот, по-моему, такой яркий пример, вот, когда, допустим, он, я не знаю, кстати, я могу ошибаться, по-моему, он лекции прямо так не читал, научно популярных в то время, может, и читал. Но вот книги очень огромного количества людей были известны. Вот такой путь, когда человек является ученым, и при этом он взял, написал научно-фантастический роман, а может, и не один, и через него, вот, открыл людям дорогу в новые миры. Ну, такие примеры, они не единичны, да, там, Азимов писал прямо научпоп, ну, кроме того, что он был ученым, да, изначально. У него есть научно-популярные книжки. Почему-то мне вспоминается, хотя я боюсь, это ложная память, что у Силверберга есть научно-популярные книжки. Ну, наоборот, там можно вспомнить из наших и более близких Ника Горькова, у которого, как бы, много научной фантастики, в том числе детской такой, отдельный жанр, да. Вот, так что, да, это, наверное, не редкость и вполне себе такой естественный путь. Но, опять-таки, мне кажется, что по большей части это не совсем про наше время. Хотя у нас, пожалуйста, могут совсем быть какие-то такие бестселлеры, которые смешивают одно с другим, и там, Дэн Браун тому пример в некотором смысле, поскольку для многих произведений, собственно, прямо вот научное какое-то открытие изобретения является основой сюжета, да. Это как бы интереснее, чем бегать за чемоданом с деньгами или с наркотиками, или с бомбой. Здесь есть какой-то новый научный результат, за которым, соответственно, за продуктом этого результата уникальным. Так ли иначе все и бегают. Так что здесь, конечно, какие-то свежие примеры, да, тоже есть. Перейдем к научно-просветительским поправкам. Сергей Борисович, ну вот в чем проблема-то? Нас хотят защитить, как бы, да, от какой-то вредной информации, от злого влияния из дни. Ну просто придется вот нам для сегодняшней беседы вот столько вот согласовать документов. Да, мне нужно будет сходить в то большое здание, разрешить вам съемку на территории. Что не так? Ну не так, как это, примерно все. Не так примерно все, потому что совершенно очевидно, что соответствующие поправки, конечно, не имеют никакого отношения к лженауке, еще чему-нибудь такому, к повышению качества и количества популяризаторских проектов. Как бы не из того ведомства они вышли, самое главное. И в этом смысле было очевидно, что просто люди берут некий широкий круг деятельности, делают какие-то широкие определения, и дальше имеют намерение как-то это сильно что-то прямо запретить, а все остальное очень сильно ограничить. Это, конечно, неправильная совершенно тенденция, потому что, ну вообще говоря, юридическая система должна быть в смысле запретов минимальной. Юридическая система должна обеспечивать нормальное функционирование общества, и без каких-то запретов здесь, естественно, не обойтись, да, но это должно быть, ну не в сфере просветительской деятельности, но так максимум как правило дорожного движения. Правила дорожного движения не приписывают мне, когда и куда ехать, вообще говоря. Куда ехать, я сам разберусь, и какую машину покупать, я тоже сам разберусь. И кто у меня в машине будет ехать, мне все равно я тоже сам разберусь. Вот, правила дорожного движения немножко про другое в норме. Вот, когда мы переходим к какой-то более интеллектуальной и творческой деятельности, то уровень запретов должен только смягчаться, уменьшаться, потому что вся творческая деятельность, она очень не любит запреты. Ну не любит в том смысле, что перестает нормально функционировать при наличии этих запретов. То есть если хотите от какой-нибудь, я не знаю, привычки, хобби человека избавить, не надо как бы его запретить, нужно зарегулировать и все упростить. Вот, пускай, хотите, чтобы ребенок не играл в видеоигры, пусть пишет отчет. Вначале он пусть напишет план, как он будет играть, а потом напишет подробный отчет. И все, он, ей бог, займит чем-то другим, скорее всего. И в этом смысле сами по себе поправки, они вот так, как их авторы говорят, они же ничего не запрещают. Но к чему это приводит, мы увидели, когда появился первый проект, собственно, регулирования, уже разработанный министерством. Но вот если поправки остановить не удалось, к счастью, первую версию этого министерского проекта по регулированию удалось остановить, потому что там уже, конечно, содержались конкретные запреты, и здесь уже всколыхнулись те, кто на уровне поправок думал, что пронесет, а тут они увидели, что это ни разу не пронесет, вот оно. Ну, и поэтому возникла очень большая оппозиция совершенно людей таких, не просто лояльных к вообще существующему порядку, но там занимающих большие посты, и при этом пользующимся и в народе, и в руководстве большим авторитетом, и поэтому все-таки этот совсем жуткий проект был установлен. Что будет дальше, мы увидим к сентябрю, как нам обещают. Очевидно, что какие-то запреты и регулирования там сохранятся, безусловно, но будем посмотреть, от чего можно избавиться, что можно все-таки, что силы разума могут противопоставить, хотя бы на уровне такой совершенно уже непробиваемой аргументации, тем, кто хочет этот разум как-то ограничить. Ну, такой вопрос. Опять-таки, внимательно тоже смотрел в сети, что происходило, кто поддерживал, кто писал, кто высказывался на эту тему. И так удивило, да, как бы так может быть неприятно, что отнюдь не все, кто мог бы высказаться из известных людей, которых напрямую это коснется, они высказались. То есть, вот как так получается, что, ну, не знаю, большинство плохо говорить, ну, немалая часть тех, кого это коснется в разных совершенно сферах и областях, они просто как бы промолчали или так, как бы так вот посмотрели, как там, что они пишут, а мы пока ничего не скажем. Ну, я думаю, что у разных людей разные причины так поступать. То есть, кто-то думает, что лично их пронесет. Кто-то думает, что сделать все равно ничего нельзя, и, значит, что задумали, сделают. На самом деле, вот эти две версии, они в абсолютном смысле обе неправильны. То есть, и попасть может кто угодно, потому что по всяким другим таким репрессивным, в общем-то, законам, мы видим, что попадают люди совершенно случайные. Ну, по крайней мере, вот если всех попросить написать там первых людей, кто может попасть под эти законы, а там не окажется половина тех, кто на самом деле попал. Они будут там где-нибудь, не то что у второй сотни, а у десятой тысячи тех, кто, как бы списка, кто мог бы попасть. Вот, поэтому с некоторого момента применение становится довольно случайным, и попасть может во всех. Ничего нельзя сделать, тоже, как мы видим, не работает, потому что вот рекламент в той версии остановили. Но в любом случае надо сопротивляться, потому что это всегда некий баланс сил, и всегда чем больше вы разрешаете с собой сделать, тем больше захочется сделать потом. То есть, может быть, на этом шаге правда ничего сделать нельзя, но нужно очень хорошо понимать, что лестница на этом не заканчивается, что будет и следующий шаг, и потом еще один, еще один, еще один, и чем дольше вы откладываете защиту своих прав, тем труднее дальше вам их будет защищать. То есть, всегда проще в начале это начать, и, может быть, там, следя за уровнем сопротивления, но тем не менее. Поэтому эта точка зрения тоже неправильная. Ну и, наконец, есть большое количество людей, которые, мне кажется, просто относятся к этому, ну и бог с ним. Вот мы и без этого проживем. Вот жили мы без интернета, и проживем еще. Что? Вот Пушкин жил без... Вот лишат вас YouTube, а что? А Пушкин жил без YouTube, и Достоевский жил без YouTube. Знаете, как у Довлатова было? Вот там наши дети не читают Достоевскую. Ну и что, Пушкин не читал Достоевскую. Вот, и прекрасно жил. То есть, есть примерно такая точка зрения. Она, конечно, тоже неправильная, и тоже понятно почему. Потому что, а, у каких-то людей есть выбор, значит, жить здесь без Достоевского, или там с Достоевским, условно говоря, и они могут его сделать, и в случае там науки просвещения то уж точно не на пользу стране. И есть как бы другая дополнительная вещь, связанная с тем, что действительно мы существуем не в вакууме. И поэтому, если где-то вот этот общий интеллектуальный уровень может достаточно эффективно повышаться за счет существования там хорошего, открытого, понятного доступа к просветительским ресурсам, а где-то его не существует, то, соответственно, те области будут развиваться быстрее. Развитие экспоненциальное. Догонять экспоненту фактически невозможно. И в этом смысле ограничивать такие вот интеллектуальные ресурсы общества, это обрекать его на вечное отставание, что, конечно, не хотелось бы. И повторюсь, это не та штука, которую легко компенсировать, потому что это то, что не покупается под ключ. Это можно там быстро, я не знаю, ну, утрируя, там, нечего было... Я утрирую, конечно, но тем не менее, там, кроме пирожков с котятами съесть, а потом хопом мы разрешили Макдональдс и Бургер Кинге, Старбакс и не знаю, какие еще бренды назвать, чтобы нас обвинили в их рекламе. Вот. И типа все. И все, значит, как-то чем-то накормлены вдруг. Вот. Но с наукой и с просвещением так не получается быстро. Поэтому здесь нужно гораздо аккуратнее подходить и гораздо меньше запрещать и деликатнее обращаться с этой областью. Ну вот, есть такой афоризм, что критику я предлагаю. Вот отсюда вопрос. Вот поправки здорового человека, какими они могли бы быть, чтобы, скажем так, вот интеллектуально-научная такая элита, она бы сказала, да, это, вот, знаете, это хорошо. Ну, здесь, как бы, у меня ближайшая аналогия такая, приходит человек, говорит, а давайте отрежем вам левую ногу. Знаете, нет, мне не нравится эта идея. Ну, говорит, хорошо, давайте найдем компрессор, что вам отрезать. Знаете, вот ответ, ничего, у меня все хорошо. И в этом смысле ответ никакие. Потому что я не услышал никаких внятных, таких адекватных аргументов, а зачем они вообще нужны. Потому что люди начинали придумывать какие-то несуществующие вещи, типа Аум Синдрикю. Нет у нас проблемы сейчас ни с кем Аум Синдрикю. Вот прям совсем нет. И вообще, как известно, у нас религиозные секты объявляют экстремистскими организациями по совершенно другому закону. То есть, если, значит, вдруг что, если вдруг Аум Синдрикю, у нас, очевидно, есть уже ответ, который опробирован на других и более, как сказать, по крайней мере, многочисленных движений. Вот. Поэтому в этом смысле нет, на мой взгляд, никакой здравой необходимости это реализовывать. а просто у людей была потребность, ну и она и остается, в реализации некоторых репрессивно ограничивающих действий, которые, и это очень важно, то есть это целый комплекс законов, которые, по сути, это делают, которые, по сути, всех ставят в состояние, когда они что-нибудь донарушают. И поэтому любой человек находится под домокловым мечом, потому что он уже что-то сделал неправильно. И это, естественно, меняет всю психологию человека, когда он чувствует, что в любой момент, можно сказать, хопа, а вот это-то вот, как же так? Вы вот ходили, а вот запрещено в июне ходить в футболках, например, и нельзя. А вы ходили, на камерах осталось. Вот. И, на мой взгляд, это, по сути, единственная цель такой деятельности. Ну, а просветительская подвернулась, не первой, но, в конце концов, подвернулась. Ну, вот самоцензура, на самом деле, по моему такому наблюдению, уже имеет место быть капитально, потому что люди смотрят, что у них, может быть, неправильно удаляют, потому что есть прецеденты, когда за какие-то события, давно связанные, отнюдь не имеющие социальные опасности, какую-то общественную, их преследуют вот сейчас. Ну, я, да, охотно верю, что, ну, особенно в каких-то таких болезненных точках, которых, наверное, в астрофизике нет, я надеюсь, но где-нибудь в истории, наверное, встречаются на каждом шагу, и там на роду, да, есть о чем подумать. Ну, значит, было вообще о чем подумать раньше, когда какие-то инициативы продвигались, и, может быть, можно было их обсудить. То есть здесь происходит такая обратная связь, то есть чтобы здраво какие-то инициативы обсуждать, нужно, чтобы было кому обсуждать. А если это начинает касаться вот такой просветительско-популяризаторской части, то ограничение там приводит к тому, что и обсуждать, собственно, некому. И поэтому возникает ситуация, когда, как это, а нам больше не нужны деревья для посадки, потому что у нас и так все залито вокруг бетоном, и поэтому у нас даже нет проблем. То есть у нас, почему у вас нет там компаний по разведению растений, потому что нет спроса. У нас вот здесь только бетон, и его подметают, и все. И мы так устроились. Проблемы были, пока был там, пока был парк. Когда его не стало, все, проблема исчезла. И, в принципе, мы тихонечко движемся в этом направлении. Когда еще какая-то зеленая растительность есть, но вполне себе может исчезнуть. Ну вот новый проект, который будет в сентябре, то, что его перенесли, то, что, в принципе, общество сколокнулось, поставило на портале дизлайки, писало комментарии и так далее. Это все-таки можно считать некой такой победой гражданского общества в этой борьбе неравной? Ну, безусловно, это некая локальная победа. Другое дело, что как бы вот война условно не закончилась. И поэтому к первому сентября, как обещают, появится новый вариант проекта. Нужно будет его изучить, нужно его будет обсудить, соответственно. Скорее всего, даже если он будет лучше, на что я надеюсь, наверняка там останется что-то еще с чем. Там, безусловно, захочется побороться. Поэтому действительно это все будет продолжаться, запускаться. Сейчас немножко тема ушла из общественного внимания, естественно, потому что ничего нового не происходит. Но когда появятся, то нужно успеть вовремя отреагировать, потому что это важно. И самими поправками реагировать нужно было довольно быстро. Хотя можно сказать, что там какое-то время было упущено, в конце прошлого года, но тем не менее. Они так появились почти под Новый год. И вот особенно с первым проектом, который появился под майские праздники, но там, к счастью, удалось довольно быстро среагировать, поскольку довольно много людей уже представляло о том, какие проблемы могут возникнуть. Ну, важно это просто не забыть до следующего раза и попробовать теми или иными способами. Ну, то есть, действительно, важно все. Важно и ставить дизлайки, если будет под чем ставить дизлайки, и отправлять комментарии, и отправлять даже просто, ну, не комментарии, я вот просто, а мы не согласны с этим, сделайте не так, сделайте хорошо. Вот. И, не знаю, там, писать статьи, то есть, в общем, любая деятельность, она, по всей видимости, он будет полезной, ну, и, как мы видим, может приводить к каким-то позитивным сдвигам, так что, может быть, удастся получить, ну, какой-то минимально приемлемый вариант. Повторюсь, он все равно будет хуже, чем если бы его не было. Ну, понятно. То есть, здесь сомнений нет никаких, но можно выделить какие-то ключевые вещи и попытаться защитить хотя бы их. Будем надеяться на лучшее. Сергей Борисович, большое спасибо. Спасибо. За беседу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok